По словам продавцов, с начала января на скотных рынках идет подорожание мелкорогатого и крупноворогатого скота. К примеру, этот годовалый барашек в начале февраля стоил около 5,5-5 тысяч сомов. Сейчас же его продают за 6 или 7 тысяч сомов. Цена на скотину с наступлением весны поднималась всегда. Животные ждут приплода, многие фермеры не спешат выводить их на продажу, поэтому ближе к марту и апрелю на скотном рынке есть дефицит. Обычно в эти месяцы, как говорят, скотина дорожает до тысячи сомов. Однако в этот раз цена только на мелкорогатый скот подскочила сразу на 2 тысячи сомов. Причина в том, что животных начали скупать покупатели из соседних стран, говорят продавцы. Да, действительно, цена на скотину растет уже с начала января. В прошлом году годовалых баранов продавали примерно за 3,5 тысяч сомов. В этом же году мы их продаем за 5 тысяч. Такое повышение идет из-за того, что наш скот начали покупать покупатели из Таджикистана и Узбекистана. Кроме этого, уже как три года скотину скупают и иранцы. Аналогичный рост цен наблюдается на коров и лошадей. Эти животные начали пользоваться большим спросом в соседнем Казахстане. Я продаю лошадей уже в течение многих лет. Такой ажиотаж возникает не первый раз. После Нового года каждое воскресенье и субботу на рынок приезжают из Казахстана. Скупают животных стадами. Берут даже худых лошадей. Вот эту лошадь в прошлом году мы продавали примерно за 40 тысяч. Сейчас ее цена выросла до 55 тысяч сомов. На рынке есть большой спрос, но животных мало. Поэтому цены и растут. Я думаю, как только пройдет март и апрель, стоимость обратно упадет. Из-за роста цен на скот подорожало и мясо. Так, к примеру, если килограмм говяжьей вырезки еще месяц назад на столичных рынках продавали за 320 сомов, то сейчас она стоит 340. На 10-15 сомов подорожало и баранина. Продавцы связывают такой рост цен с экспортом. Наши предприниматели наладили продажи мяса в Иран и Кувейт. Кроме этого уже несколько лет. Внутренности крупнорогатого скота продаются в Турцию. Эти ребра мы продавали за 350-360 сомов. Сейчас они стоят 370. Я перекупаю мясо. Те, кто занимается убоем животных, рассказывают, что цену они повышают из-за того, что наше мясо отправляют в Узбекистан и Казахстан. Покупатели из этих стран забирают мясо тоннами. В Министерстве экономики говорят, что следят за ценами на рынках. По данным ведомства, они растут не только на мясо, но и на другие продукты питания. При этом дефицита на эти товары в Кыргызстане нет. В ведомстве отвечают, что некоторые недобросовестные предприниматели, пользуясь возникшим ажиотажем вокруг коронавируса, искусственно поднимают цены. Продукты питания подорожали, я считаю, что пользуются тем, что такой ажиотаж, что этот вирус. Люди берут и поднимают цены, потому что сейчас на рынках помидоры, огурцы, даже местного производства сейчас, они стоят от 170 до 200 сомов. Антимонопольный комитет, кстати, может вмешаться в ценообразование только после истечения месяца, если за это время стоимость на социально значимые товары были повышены на 20%. Закрытием китайской границы повышение цен, как уверяют в комитете, не связано. Ну, связано это с сезонными вещами, потому что весной мясо скота всегда дорожает, скотина всегда дорожает. И второй самый такой тоже, одной из факторов, это экспорт мяса баранины в живом виде в Казахстан и в Узбекистан. Если на севере, то в Казахстан уходит мясо, а на юге уходит в Узбекистан мясо. Антимонопольный орган на еженедельной основе предоставляет информацию правительству. В соответствии с действующим законодательством, если в течение месяца свыше 20% идет подорожание, то правительство выносит постановление о регулировании цен на данный вид. Продуктов питания в стране, уверяют чиновники, достаточно. Из Китая в нашу страну завозили только цитрусовые фрукты, бананы, некоторые виды овощей и мясо птицы. Цена которой, кстати, остается прежней.